чтобы собрать техническое решение своей большой проблемы, которая не дает ему покоя настолько, что он и искал, и пытался делать сам, и еще понял, что это трудно, без вас он не справится, и пришел к вам. Вот это сегментация чуваков в B2B, в энтерпрайзе. Как стартап, поскольку мы пропагандируем всегда ленивые способы решения проблем. Вы кому продаете? Вы начинаете снизу продавать или сверху, если вы стартап? Сверху пирамиду, да. В чем бьете? Если вы продаете снизу, вы должны сделать большое количество телодвижений, для того, чтобы убедить чувака и довести его до верха этой пирамиды. Вы должны, если он здесь находится, что? Вы должны ему сказать, что у него эта проблема есть. То есть вы должны H-U-K-ить ее маску. Прийти и сказать, чувак, ты больной, у тебя нет, я здоровый. Описывайте ему его проблему, что трудно. Вы еще не знаете его проблем до конца, если вы стартап. Это всего лишь гипотеза. Здесь вы должны убедиться, что у чувака появляется жареный петух. И нормальные сэнзы, они начинают работать, нормальные сэнзы, мы потом будем про это говорить во второй половине программы, через месяц у нас будет отдельный вэнземаркет про сейлз. И если вы занимаетесь энтерпрайз-продажами, формирование жареного петуха, то есть создание компейлинг-эвент, называется компейлинг-эвент. Это тот час X, где все пропало, гипс снимают. Это та штука, которую должны нормальные энтерпрайз-продавцы уметь делать. И они ее делают, но они стоят дорого. И вы, как стартап, не обладаете ресурсами, чтобы позволить себе нанять дорогого нормального энтуу, энтерпрайз-продажника, который нормально умеет формировать жареного петуха для клиентов. Но этим вы тоже не продаете. Вы продаете этим чувакам, у которых и петух уже сформирован, и бюджет выделят, и они проблезу принимают. Да, и чемоданчик открыт. В этом бьюти заключается. Бьюти энтерпрайз-игры. И именно такой чувак не обломался и позвонил Баронову. Все, что нужно было сделать с чуваком, это пойти и начать с ним работать. Что Ракмира сделал, убедившийся, что основные бабки находятся в том самом чемоданчике. В чемоданчике. Ой, это прайз-лиец. Здесь все значительно проще. Здесь эта сегментация всего двухуровневая. Колд и ход. Колд и ход. Ход, который уже знает проблему, готов заплатить какую-то денежку, а колд, который пока еще не знает, но готов уставить емейл, чтобы узнать больше. Здесь значительно проще сегментация. А здесь в 5 уровнях рекомендуется. В интернате есть тема. У нас материалы, кажется, есть. Материалы, организаторы выкладывают материалы, значит, все на угол плюс. Там он создал... Ну, вопрос к организатору. Чего? Я могу выложить, да, у меня есть пирамида. Эта пирамида одна из гениальных находок Скилобанка, который сам является Enterprise-чуваком, смог таким образом клиентов посегментировать. А всеуровневая сегментация, она где-то еще применяется? Я это только угланку встречал. Мы ее применяем в своих проектах. Я это встречал в... Кайзен. Веливое производство. Активизация производства. Чуваке приходят на производство, где уже все работает, то там, например, станок какой-то стоит полдня, а он у нас целый день работает. Все правильно. Здесь очень много стырено у Лина. Ну, вот все, что мы вам рассказываем, это Лин стартап. Ленивый стартап. Лин в целом принцип бережливого производства. Просто мы у себя в работе с Юрой, с Сашей, мы применяем принципы бережливого производства к созданию компаний. Вот и все. Вы хозяйственник, который должен сделать минимум действий. Делать только то, что создает ценность. Из всего, что можно... Я всем обычно рассказываю. Жизнь это очень короткая штука. Мы все умрем. Время наше ограничено на этой планете. Поэтому сделать все мы не успеем. Мы должны уметь из себя выбирать только те действия, которые создают ценность для мира. Несут благо сюда, в этот мир. Те действия, которые за минимальное вложение наших сил, средств, времени дают наибольший выход. Поэтому если на стартап не тратьте время на это, вы не обладаете должными ресурсами и временем, чтобы заниматься, то наценами интерфайз-продажами. А в момент, когда мы продукт настраиваем, нам нужен такой непритязательный клиент, который бы нам не послал. Этот клиент очень непритязательный. Он покупает непроверенный продукт, которого еще не существует у стартапа, о котором никто пока еще не знает, за достаточно неплохие деньги, причем платит деньги заранее до получения продукта, потому что он понимает боль, сколько внедрения этой штуки, методы, ему денег сэкономит. Это пример идеального клиента для энтерпрайз-компании. Именно такой клиент позвонил, их мало. Прямо скажу, их мало. Таких клиентов один примерно на тысячу случается. У Баронова и у Ратмира было 5 тысяч клиентов в базе, один из них в итоге сам, настолько его тюкало, что снял трубку и позвонил. Ну а дальше что нужно делать? Все правильно, строить воронку, полноценный ворон в продаж. Этот оффер, ну это продуктовое предложение стало понятным, стало понятно что это будет за продукт.